Нет, мне все-таки нужен ибучий план. Всем привет! Меня зовут Диана. И сразу перейдем к теме видео. Это рассказ про мой опыт работы в онлайн-академии английского языка. Сразу скажу, устроилась туда я работать в сентябре 2018 года. Я закончила там работать в мае 2019 года в сумме. Около 6 месяцев я там проработала, то бишь полгода. Конечно, мой рассказ немного запоздал, ну как немного, почти на 4 года запоздал. Поэтому он уже не претендует на какую-то актуальность на данное время, естественно. Ну просто говорю для тех, кто не услышит. Я работала в данной организации на должности консультанта по обучению английскому языку. Вот такая долгая, длинная формулировка была у нас, прописана в договоре, ну и в трудовой книжке, естественно. Но для студентов данной академии мы представлялись как преподаватели и все. Нашли они меня сами в HeadHunter, нашли мое резюме, отправили мне тест. Ну связались со мной, естественно, отправили мне тестовые задания. Потом у меня было интервью, но перед этим они отправляли мне информацию по поводу их компании. Я скажу про свои две ошибки, которые я совершила. Первая, это я сама не поискала никакую информацию об этой компании, я не почитала никакие отзывы, я ничего этого не сделала. Так делать нельзя, надо обязательно все, что можно, узнать перед тем, как трудоустроиться. Вторая моя ошибка, это то, что они отправили мне двухчасовое видео. Ну всем они его отправляли, естественно, там было двухчасовое видео, где рассказывались принципы работы с персоналом, со студентами, насколько я поняла, по Рону Хаббарду. Это основатель саентологии. Все, больше я не буду развивать эту тему. И если бы я посмотрела это видео, конечно, у меня бы возникли некоторые вопросы, ответы на которые хотя бы внушили мне хоть какой-то скептицизм, да, хоть какое-то критическое мышление бы у меня уже включилось. Но этого не произошло, я это видео благополучно на него забила, я его не посмотрела. Все. Далее со мной составляли ученический договор, который идет на три месяца. В течение этих трех месяцев вы полноценно работаете со студентами, уже по установленному для вас графику. И получаете зарплату 15 тысяч рублей в месяц, вот эти три месяца. Считается, что этот период вас обучают, обучение не бесплатное, поэтому они как-то рассчитывают, что эти три месяца стоят компании 70 тысяч рублей. После этого обучения в ученическом контракте прописано, что вы должны, обязаны будете отработать один год, ну, вместе с этими тремя месяцами на эту компанию, не меньше года. Если вы уходите до отработанного года без причины какой-то веской, да, то тогда вы должны будете возместить остаток от 70 тысяч рублей. Эти 70 тысяч рублей делят на 12 месяцев, и вот сколько вы месяцев отработали, это все отнимают, остаток вы должны будете возместить компании. То есть какой-то такой ученический договор вы подписывали. Ну, не буду ничего говорить по этому поводу, вот было вот так, да, сами думаете, это нормально или нет. Сразу скажу, что бывало очень часто так, что девочки уходили, нет работы в год, говорили, напоминали об этом, но, насколько я знаю, никто не возместил эти деньги. Затем с вами составляют договор уже трудовой. Трудовой договор идет, получается, он бессрочный, естественно, и по договору ваша зарплата 21 850 рублей, на руки я получала 19 тысяч, около того. Далее я начала там работать. В мои обязанности входило проводить консультации студентов, там перезаписывать студентов, проверять домашние задания, давать обратную связь. Ну, в общем, то, что делает преподаватель, да, на таких курсах. Так, плюсы и минусы работ там. Это работа онлайн, у них готовая программа, у них есть три направления для начинающих, для продолжающих и для более продвинутых, как я поняла. Есть только три направления, то есть три программы, три протокола работы. Все, на всех студентов только три протокола. Ходить от этих протоколов, давать что-то дополнительно студентам, там, или что-то другое, там, с ними изучать. Этого нельзя делать, было. В чем плюс этого? В том, что вам не надо готовиться вообще ни к чему. И третий плюс, это то, что оклад приходил всегда вовремя. Дальше минусы. График работы. Здесь надо сказать, что график работы от вас никто не скрывает. Вам сразу говорят, как вы будете работать. Это такой скачущий график. Один день вы работаете с 15.00.22 вечера. Следующий день вы работаете с 8.00 до 15.00. И вот так у вас скачет каждый день вот этот график. Это не очень удобно. С одной стороны, ты не можешь понять, да, то сегодня ты вечером сидишь, работаешь, а завтра тебе с утра. С другой стороны, удобно, если вам надо идти куда-нибудь в госучреждение, там, на почту или на паспортный стол, чтобы успеть туда, в их рабочие часы, допустим. Оплата переработок происходит по такой интересной системе привлечения или даже подсаживания преподавателя на вот такие переработки. Переработки оплачиваются не по факту, то есть вот по факту, там, час отработала, да, переработала, и тебе за этот час оплатили. Нет, таких часов надо набрать, там, 7-6, чтобы тебе уже посчитали, как, типа, день рабочий, вот тебе за день рабочий дополнительный платят. А так нет. То есть, получается, у тебя постоянно там остается какой-то хвостик, который потом тебя заставляет дальше хотеть и искать переработок. Вот, работа по ТК у меня написано, да, тут тоже есть один такой минус. Конечно, утверждают они, что работали по ТК, но, как оказалось, не совсем. Либо не то, что они умышленно не работали по ТК, может быть, они просто даже не знали, что по ТК вот так надо и вот так. У нас была ситуация, когда после новогодних праздников в январе были вот эти все официальные выходные, но нам сказали, что кто-то должен остаться работать. В итоге мы остались работать, нам оплатили как за обычные дни. Так как я была совершенно в этом не подкована, наивна, глупа и так далее, да, я на это не обратила внимания. Получила свои гроши и все. Но там была другая девочка, слава богу, спасибо ей большое. Она написала им целое письмо, что если вы нам не оплатите, как положено, по ТК, то я привлеку на вас трудовую инспекцию. Вот, буквально на следующий день после этого письма нам оплатили недостачу. Я могу сказать, что мне на тот момент пришло 9 с лишним тысяч рублей, а 9 с лишним тысяч рублей это половина моей зарплаты. Поэтому как бы да, это была очень существенная сумма тогда. Вот, и самый большой минус это то, что у вас нет развития в плане языка, потому что вы работаете четко вот по вот этим трем протоколам, которые составляются. Вот, и поэтому в какой-то момент вы начинаете понимать, что вы постоянно как попугай повторяете одну и ту же информацию. Бывало даже такое, что три студента подряд и у них одно и то же в этот момент. И вы просто полтора часа вот так три раза подряд повторяете одно и то же, тренируете одни и те же слова, одну и ту же грамматику, все одно и то же. В общем, это ужасно надоедает и вгоняет в какую-то депрессию и плохое настроение даже. Вот, это были все основные плюсы и минусы данной работы. Для меня лично, это мое мнение. Если кто-то там работал, хочет что-то добавить, то го в комментарии. Вот, какие выводы я могу из этого сделать? Вывод первый и самый важный. Где бы вы ни работали, сколько бы ни было негатива, пытайтесь найти что-то хорошее, что-то положительное. В любом случае, что-то положительное есть. Всегда можно найти опыт работы, допустим. Следующее. Это хороший вариант для тех, кто ищет себе временную работу, подработку или еще что-то до тех пор, пока не найдет что-то более подходящее ему или стоящее. Третий момент. Насчет того, что они саентологи. Я очень много читала отзывов об этой компании. Там написано, осторожно, саентологи, зомбированные сотрудники. Я скажу так. Да, они оказывают некоторое моральное давление на тебя. Если ты, допустим, не хочешь во внерабочее время что-то делать, на какие-то собрания выходить и так далее. Реагируйте на это спокойно. Вы не обязаны делать ничего, что не прописано в ваших должностных инструкциях. Вы не обязаны выходить и что-то делать во внерабочее время. Это нормально. Если вы адекватный человек, то вас это никак особо не затронет. И мы зайдем на их сайт. И я просто вам покажу, что изменилось, что нет. Вот такой сайт. Потому что он работает. Я делаю вывод, что они до сих пор работают, эти курсы. Вот этот логотип у них никак не изменился. И сайт тоже никак не изменился с тех пор. Прошло уже 4 почти года. Татьяна Маркова, учредитель. Насколько я знаю, она также переводчик по профессии, как и я. Далее вот у нас тут сотрудники. Я их всех знаю. Антонина, Карина, Елена. Это все мне знакомые лица. Кроме Илона, я ее не знаю. Везде, где написано преподаватель, это означает консультант. Методист. Я не помню, чтобы методисты у нас были. Раньше эти девочки были преподавателями тоже. А сейчас они методисты. Видимо, их повысили немножко. И вот далее у нас идут 2 американских преподавателя. Они все пишут, что это американские преподаватели. Но мы на самом деле не знаем, откуда они. Преподавателей всего 2. Еще я не понимаю. Ну, на данный момент. А раньше их было где-то 3 человека, но не больше. На всех студентов было всего 3 носителя. Получается. И сейчас я не понимаю, почему нет других девочек, новых девочек. Почему только старенькие все. Не обновляют как-то вообще. Странно. Ну, ладно. В общем, вот такая главная страница. И далее идут тут вкладки разные. Мы вот зайдем сюда и вот сюда. Давайте сейчас зайдем сюда. Как проходит обучение. Здесь нам пишут. И стоимость. Обратите внимание на стоимость. Обалдеть. В общем, давайте прочитаем сейчас эти все пункты. И я скажу вам, насколько они соответствовали реальности в то время, когда я работал. Здесь пишут так. Для вас разрабатывается индивидуальная программа со специальными материалами, которые подбираются в зависимости от вашей конкретной цели. Здесь я вообще не согласна, потому что никаких индивидуальных программ и специальных материалов мы не подготавливали. Далее. Мы не ограничиваем договором период обучения. Занимайтесь, пока не достигнете вашей цели в английском. Ну, это понятно. Я думаю, им, конечно, даже лучше, чем дольше вы занимаетесь, тем лучше. Интенсивность занятий вы регулируете самостоятельно. Мы советуем заниматься не менее часа в день самостоятельно и не менее двух занятий в неделю с преподавателем. Не менее часа в день самостоятельно. Я с этим согласна. Это здорово. Могу сказать, что не все, далеко не все студенты были настолько дисциплинированными. А второе, не менее двух занятий в неделю с преподавателем. Вот смотрите, два занятия в неделю с преподавателем, это означает один час в неделю. Один час в неделю, это вообще несерьезно. Это вот даже для самых несерьезных целей несерьезно. Поэтому, ну, не знаю. Этого мало. Многие студенты замечали, что этого мало. И они, получается, просили им ставить занятия каждый день. Начальству это не нравилось по очень многим причинам. Одна из которых была текучка у нас, была текучка преподавателей. И бывало так, что за раз уходило очень много, сразу много, например, сразу двое или сразу трое. И потом вот их студенты, которые были за ними закреплены, они оставались фактически бесхозными. И их начинали просто распихивать по всем остальным преподавателям, спешно объясняя, что ваш преподаватель ушел там, теперь вы будете вот с этим преподавателем и так далее. И, естественно, не хватало у нас преподавателей на всех. А тут еще и люди, которые хотят каждый день иметь занятия. Это, конечно, было неудобно. В основном, в основном студентам предлагалось заниматься три раза в неделю. Далее. Наши преподаватели проверяют выполнение вашего домашнего задания и степень освоенности материала. Ну, это 100%, даже комментировать не буду. Полученные знания вы практикуете с американским преподавателем, который не знает русского языка. Ну, насчет преподавателей американских я вам уже все рассказала. В принципе, тут понятно, да? Единственное, хочу добавить, что вы практикуете полученные знания не всегда и не сразу, после того, как вы поступили на обучение сюда. Далее. Вам никуда не нужно ездить. Все консультации проходят в режиме онлайн. Ну, понятно. А, здесь еще добавлю, да? В режиме онлайн-то понятно. Возьмите учебу с собой. Это, конечно, очень здорово. От преподавателей, от нас требовали тихое, организованное место рабочее. То есть, стол обязательно, чтобы вы сидели, чтобы у вас была белая рубашка на вас надета, чтобы у вас было все оборудование, наушники, там, все остальное. Чтобы на фоне у вас был плакат с логотипом. Это все требовалось от преподавателя. Это все прекрасно. Но иногда студенты, сами студенты, выходили на занятия с аэропорта, с ресторана, да, с шумного, с улицы иногда даже бывало, да, там, где собаки, люди, там, ветер и так далее. И это было совсем неудобно. Конечно, это очень здорово для них. Но то, что я вот ничего не слышу, что он говорит, да, а он не слышит меня, потому что вокруг него шум. Вот такие ситуации тоже были. Далее. В выборе методов обучения мы всегда отталкиваемся от вашей конечной цели изучения языка. Я бы, скорее всего, вот этот пункт оставила, потому что он более такой размытый, да, его можно как-то подогнать под существующие реалии, чем вот этот. Вот этот лучше убрать, а вот этот вот оставить, да. Да, такой размытый, размытые такие вот формулировки, в принципе, подойдут. Можно будет как-то потом выкрутиться, да. Не сильно много тут вот прям обещают, да, не конкретное что-то. И последняя оплата происходит помесячно. Давайте посмотрим на оплату. Это все на сайте, все доступно, то есть я никакие секреты здесь не открываю. Когда я работала, было 20 тысяч. Ну и со скидкой, когда ты уже дальше платишь, да, за второй и последующий месяц идет 20 тысяч. Тогда была, получается, 18. Да, 17,999, что-то такое, в общем, у них было. Да, цена очень высокая здесь. И я могу сказать, что если посмотреть их программу, да, они называют это уникальной методикой обучения, я эту методику уникальной не считаю. Единственное, да, это потому, что у них все обучение основано на принципах Рона Хаббарда. Если говорить об этом, что это какая-то уникальная, но это не уникальная, потому что многие другие курсы также используют все эти термины по Рону Хаббарду, да. Например, слово «забота» я встречала у скиллбокса, допустим. Они все работают по этой методике какой-то такой немножечко не совсем понятной, да, с такими непонятными, отличающимися терминами. Вот, если об этом говорить, если это не имеет в виду уникальное, то я скажу, что тоже нет, не согласна, что это что-то уникальное. Вот, все то же самое проходят студенты, ту же самую грамматику. Грамматика английского – это грамматика английского. Ты ее никак не сделаешь какой-то уникальной, да, она будет такой, какая она везде есть. Ну, и вокабуляр дают, все, больше ничего. Вот, на их сайте есть еще отзывы, конечно. Вот сюда мы забыли зайти. Про них кратко могу сказать. Эти все отзывы очень старые. Очень старые. Не знаю, с какого года. Наверное, с года 2000, не знаю, какого-нибудь там, 17-го. Потому что, когда я устроилась работу, на работу к ним, вот только Геннадия Нессиса отзыв я не помню. Да, мы же говорили о цене, да. То есть, да, это, я считаю, это неоправданно завышенная цена. А еще сайт у них на то время был такой, знаете, коричнево-бежевых тонах, таких скучных-прискучных. Такой квадратный, какой-то неповоротливый, топорный. И многие студенты, прям очень многие студенты, вне зависимости, кстати, от их возраста, спрашивали, почему сайт такой скучный, почему он такой неинтересный, есть ли что-то другое, почему нет приложения, мне неудобно там постоянно с компьютером таскаться. То есть, приложений у них нет. И как я понимаю, его нет до сих пор, потому что они бы точно похвастались им где-то вот здесь, да, но нет. Почему не создают приложение, я не знаю, потому что приложений очень много сейчас, и это очень удобный метод как бы обучения. Ну вот как-то так. Далее, про что я говорила, да, что моя ошибка была, что я не посмотрела отзывы. А отзывы они были и есть. Вот так сейчас. Я нашла еще один сайт, называется правдасотрудников.ру. И вот здесь тоже есть у нас отзывы. Можно здесь все почитать. Есть и подставные отзывы от самих сотрудников, которые там давно работают на каких-то плюшках. И вот они пишут такие, знаете, такие однообразные отзывы. Там вот, например, отрицательные стороны, неудобный график работы. Везде у них неудобный график работы, неудобный график работы. Все, других минусов не придумали. Только один. Мне здесь вот этот понравился. Смешной такой отзыв. Осторожно, саентологи. Вот о чем я говорила, да, что вначале они присылали нам двухчасовое видео, где все это объяснялось, по каким принципам они обучают студентов, и по каким принципам, самое главное, да, работает сама компания. И с ее сотрудниками. Тоже по принципу урона Хаббарда. Вот. Здесь вот все написано, что зомбированные сотрудники, туда-сюда. Но очень, короче, длинный отзыв. Не знаю даже, как у человека терпения хватило все это описывать. Вы можете все это в свободном доступе почитать, и про саентологию, и все остальное. А этот сайт, он очень старый, о работе .top. Я даже здесь оставляла где-то свой отзыв, но я уже его найти не могу. Он где-то, ой, по-моему. А, вот, это и есть мой отзыв. Я прямо на него и зашла. Вот. Все равно можно мой отзыв почитать. И обязательно почитайте все отзывы. Если вы там уже работаете, и уже вас что-то напрягает, то я вам советую не напрягаться вообще. Если на вас давят, там постоянно задают какие-то вопросы, там, почему ты это не сделал, почему ты тому не позвонил, почему ты не узнал, где твой студент. Сильно не напрягайтесь, не воспринимайте это все близко к сердцу. Просто работайте, пока вам работается, если это для вас какой-то перевалочный пункт или еще что-то. Не надо на это особо сильно обращать внимание. Просто помните про свои права. Надеюсь, что я не растянула это видео и рассказала все, что должна была. Если есть какие-то вопросы, опять же, go в комментариях. Надеюсь, это видео было полезным для кого-то. Для кого-то, может, просто интересным. Спасибо большое за внимание. До свидания.